МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Дзюбенко. Частный детектив, бывший следователь прокуратуры. Ее цель – установить истину и найти преступника. Евгений Михайлюк. Расследование этого журналиста – всегда сенсация. Вместе они создали агентство журналистских расследований. Агенты справедливости. Ну, как тебе? Отвратительный слог. Ты пишешь намного лучше. Премного благодарен, но я о истории что скажешь? А какой истории? Здесь ее нет. Пьяный муж зарезал свою жену, а гувернантка обнаружила его в окровавленной постели рядом с трупом. Где история? Но он же отрицает, что убивал. Так я бы тоже отрицала. Вообще, кто нам позвонил? Сестра подозреваемого. И мы согласились с ней встретиться. Ну, конечно. Мы же добрые и отзывчивые. А я думала, мы бездельники, которым нечем заняться. Да ладно, не злись. Позвонила девушка. Вся в слезах. Сказала, что может рассказать нам нечто такое, что поверит в невиновность ее брата. Я что должен был? Трубку бросить? Ладно. Что ты еще нарыл по этому делу? Смотри, я нашел в социальной сети страничку Елены Гордячук. Накануне трагедии Елена Гордячук и ее супруг сильно повздорили. Лена, ты меня достала своими истериками. Сколько можно? Как ты так можешь? Ежели ты не понимаешь, что я чувствую? Не понимаю! Нет! В разгар ссоры Владимир ушел из дома и вернулся поздно ночью. У меня уже нет никаких сил. Это терпеть меня. Он был очень пьян. Поэтому не помнит, что с ним происходило после того, как он оказался дома. Но на следующее утро гувернантка сына Елены обнаружила хозяев дома в окровавленной постели. Елена Гордячук была мертва, а ее муж Владимир Корниенко лежал рядом с ножом в руке. Гувернантка немедленно вызвала полицию. Владимира Корниенко арестовали и поместили в следственный изолятор. Ему грозит пожизненное заключение. Я не мог. Кстати, я не убивал. Я не помню. Следователю будешь свои сказки рассказывать. Но я не мог. Да его подставили. Подставили его, понимаете? А откуда у вас такая уверенность? Он не мог. Он добрый. Отзывчивый человек. А эти сделали из него потрошителя. Послушайте, если ваш брат не помнит ничего, это же еще не повод оправдывать его. И какой у него был повод для убийства? Ну, в состоянии алкогольного опьянения поводом для совершения преступления может быть что угодно. Вовка не алкоголик. Он всегда умел себя контролировать. Ин, простите. Женя просто хотел сказать, что, к сожалению, все факты и улики указывают на то, что ваш брат убил свою жену. Тогда кто и зачем угрожал Елене в последний месяц? А Елене угрожали? Да. Терроризировали ее. Куклы Вуду подбрасывали. Что? Куклы Вуду. Страшные такие, с торчащими иголками. Она их везде находила. Даже в доме. Вот вам и доказательства. Если кто-то мог подбрасывать куклы и оставаться незамеченным, тогда и ночью в комнату мог пробраться. И воспользоваться тем, что Вовка был пьян. После разговора с сестрой подозреваемого у меня возникло смутное ощущение, что в этом деле что-то не так. Мы решили прояснить все спорные моменты. И я отправилась на встречу с гувернанткой сына Елены. Эта женщина первой обнаружила тело и была практически членом семьи. Нин, я понимаю, что вам сейчас трудно об этом говорить. Но расскажите, как это все было? Это была ужасная картина. Веда вся в крови и Вова рядом с ножом. Они обычно рано вставали, а тут 11, и они не просыпаются. Я звучала. Я что хоть Темику успела глаза закрыть? А он меня потом целый день спрашивал, а где мама? Сейчас тема у Игоря, у своего отца. А почему Елена развелась со своим первым мужем? Так это Игорь с ней развелся. Он встретил девушку молодую, красивую, Леру. И живут они хорошо. Доченьке два года. А Елена страдала? Да, очень. Ну, вы знаете, она как-то недолго была сама. Они быстро с Владимиром сошлись. Хотя жили они не очень дружно. Ругались часто. Скажите, а это случайно не из-за кукол Буду? Да нет, я бы так не сказала. Хотя после них вообще кошмар начался. Нин, а вы видели кукол этих? Как они выглядят? Да, видела. Страшные такие иголки торчат. Лена вообще суеверная была. Она вот по целителям, по экстрасенсам ходила. Поэтому, когда кукол нашла, испугалась. Она думала, они силой какой-то обладают. Сразу к гадалке побежала. А та ее каким-то обрядом научила. И после этого Лена чуть ли не каждый день дома изгнание духов устраивала. Это что еще за новая дурь? Тебя опять твоя гадалка накрутила, да? Ты уже ей все деньги отнесла? Лена, ты что не понимаешь, что это все чушь? Ты же знаешь, я для нас всех стараюсь. Да я всех нас хочу спасти. Лена, это все бред! Лена, ты что? Пожелёшь, что ты надел? А вы видели эту гадалку? Нет, Лена домой ее не приводила, Владимир бы не потерпел. Лена, может быть, вы знаете, как зовут ее? Алла. Алла Гуревич. Лена чуть ли не 10 тысяч долларов ей за услуги отдала. Вы знаете, мне кажется, она даже с ума сходить начала. А Владимир этого не выдержал. Ну вот. И расслаблялся с помощью алкоголя. А вы все-таки уверены, что Владимир убил Елену? Ну да. Я же своими глазами видела. Конечно, Владимир. Больше некому. Нина, а зачем ему нужно было убивать свою жену? Как зачем? А зачем он на ней женился? Из-за денег? Так, а зовут эту гадалку Алла Гуревич. И благодаря суевериям Елены она заполучила 10 тысяч долларов. Гуревич, 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 Гуревич. А, ну конечно. Я же когда изучал профиль Владимира, у него в друзьях Алла Гуревич, его бывшая одноклассница. Как интересно. А это никак не на пользу Владимиру. Тем более у нас появился новый соучастник. Угу. Вот, смотри. Рекламные посты. Снимаю порчу. Возвращаю мужа. Так, пора бы тебе уже снять порчу. Давай-ка. Да, пора. Алла, здравствуйте. Я хотела бы к вам записаться на прием. Угу. Да, на сеанс. Завтра? В 12? Да, буду. Обязательно приду. Что? Яйцо? Хорошо. Адрес знаю. Да, да. Здравствуйте. Можно? Я по записи. Присаживайтесь. Спасибо. Вы принесли яйцо? Да. Я все принесла, как вы сказали. Хорошо. Я чувствую, вам угрожает большая опасность. Давайте посмотрим, что скажут духи. Да. Давайте. Закройте глаза. Не шевелитесь. Сейчас духи мне все расскажут. Возьмите яйцо и разбейте в тарелки. Синяя, что это? Она же тухлая. Ну, этого быть не может. Я буквально час назад его купила. Что это такое? Это очень сильная черная магия. Нужен откуп. Вы принесли фотографию? Да. Да. Вот. Нет. Не. Горьба. Горьба. Здорово. Скажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сдуйте. Это знаки. Такую сумму хотят духи. Вам нужно ее заплатить, чтобы избежать очень большого несчастья. Нужно? Пожалуйста. Ого. Ух ты. А я думаю, это может подождать. А знаете, хотите, я вам расскажу кое-что? Ну, причем совершенно бесплатно. Это вы о чем? Вы ведь не будете отрицать, что знаете Владимира Корниенко. Он ваш школьный друг. Верно? Думаю, недавно он обратился к вам по старой дружбе. С просьбой посодействовать. Отправить его жену в сумасшедший дом. И забрать ее бизнес. Или другой вариант. Он хотел с вашей помощью выманивать у супруги деньги, верно? Узнав, что муж жертвы, Владимир Корниенко и гадалка Алла Гуревич, давние знакомые, мы предположили, что они договорились довести Елену до нервного срыва, чтобы отправить ее на лечение в психиатрическую больницу. Я вижу, кто-то очень сильное проклятие наложил. Тот, кто подбрасывает тебе эти куклы, желает тебе смерти. Аллочка, ну я щедро отблагодарю, но ты только помоги. Да бог с тобой, при чем здесь деньги? Главное, чтобы духи были благосклонные. Я научу тебя, как делать дома ритуал, чтобы очистить его от злых духов. После этого они хотели объявить женщину недееспособной и заполучить ее состояние. Алла. Но время шло, а желаемого результата все не было. И когда уже можно будет заявить о ее невменяемости? Ты куклы мои подбрасываешь? Да, я делаю все, как ты мне говоришь. Главное, не забывай устраивать скандалы при свидетелях. Чтобы потом все изначально заявили, что ты изначально был против всех ее этих увлечений. Да я не могу уже больше, ты понимаешь? Я ненавижу эту дуру. Я не могу находиться рядом с ней, в одной комнате, в одном помещении, в одном доме, в конце концов. Держи себя в руках. Она скоро сорвется. Скандалы между Владимиром и Еленой участились. Елена, это все бред! После очередной ссоры с женой Владимир выпил лишнего. Отвращение к женщине, которая была гораздо старше его, из которой он связал свою жизнь ради денег, стало невыносимым. Алкоголь затуманил рассудок, и мужчина схватился за нож. Владимир был настолько пьян, что уснул рядом со своей жертвой. Ну что, я угадала? Что вы такое говорите? Да как вы вообще смеете меня в чем-то обвинять? Я не имею никакого отношения к смерти Елены. Да, она ко мне приходила, она рассказывала о куклах. Но сначала я понятия не имела, что она жена Владимира. Как только я об этом узнала, я сразу прекратила с ней всякие отношения. А деньги вы ей тоже вернули? По-моему, если я не ошибаюсь, она заплатила вам 10 тысяч долларов. Или вы будете это отрицать? Это оплата за мои услуги. Я никогда не называю конкретной суммы. Клиенты сами предлагают, а я не отказываюсь. Хорошо, допустим, вы не знали, что Елена супруга вашего школьного товарища. А как же вы с ней познакомились? Не по интернету же она вас нашла. Елена сказала, что ей меня посоветовал какой-то очень надежный человек. Как его зовут? Я не знаю. Вы же говорите надежный. Да, Лена сказала, что она ему доверяет, он спас ей жизнь. Но имени его вы не знаете. Лена не говорила, а я не спрашивала. Как ты считаешь, Алла Гуревич причастна к смерти Елены? Она все отрицает. А ты как думаешь? После того, как Алла доказала, что она аферистка чистой воды, естественно, нет. Но улик и доказательств тоже нет. Ну, что ты собираешься с этим делать? Я хочу раздобыть разрешение на встречу с Владимиром. Он сейчас находится в СИЗО, связи с внешним миром у него нет. Так что наша горе-прорицательница никак не могла сообщить, что я у нее была. Посмотрим, что он запоет, когда я начну блефовать. О, нет. С ним встречусь я. У меня блефовать все-таки получше выходит, а? Ну, ладно. Хорошо. Так, а я тогда займусь фотографиями с места преступления. Попробую их раздобыть. И пообщаюсь с нашим другом-криминалистом. Отлично. Угу. Как вы объясните, что гадалка, в которой ходила ваша супруга, это ваша бывшая одноклассница, Алла Гуревич? А как я должен это объяснять? Я когда узнал, что куда Лена ходит, я тут же поехал к Гуревичу и пригрозил ей, чтобы она оставила в покое мою жену. Эта Гуревич, она еще со школы сумасшедшая какая-то была. Это, может быть, вообще она сделала. Аллу Гуревича сейчас допрашивают. Она дает показания против вас. Она говорит, что это вы ее наняли для того, чтобы довести жену до сумасшествия. Ну, это... Все в порядке. Присядьте. Это бред какой-то. Ну, этого не может быть. Ну, это... Понимаете, я... Я, правда, я не убивал. Евгений, вы профессионал. Вы честный человек. Посмотрите мне в глаза. Ну, поверьте, я не мог ее убить, понимаете? Я не знаю, что делать. Ну, помогите мне, скажите, что делать. Я все скажу. Ну, допустим, я верю вам. Допустим. Кто тогда мог убить вашу жену? Да кто угодно, понимаете? В дом мог войти кто угодно. Я не знаю. Я пьяный вообще вырубился. Я не помню ничего. С кем вы выпивали? Когда вы это помните? Да, с Игорем Вашенко. Он мне позвонил, попросил приехать. Кто? Игорь. Это бывший муж Лены. Ну, мы тогда вместе у Лены работали. А почему вы решили вдруг встретиться с бывшим коллегой? У него дочка заболела. Это что-то очень серьезное. И нужны были деньги на операцию, на лечение. Ну, кое-чем помог ребенок все-таки. Ну, а потом посидели. Полотик, спасибо тебе большое за деньги. Давайте за Риночку. За здоровье. Спасибо. Значит, у Елены были такие напряженные отношения с ее бывшим мужем, что вы не сказали ей, что Игорь попросил помощи для своей дочери? Она ему с сыном запрещала встречаться. Ну, поэтому пришлось как-то тихаря, чтобы скандала не было. Вы много выпили с Игорем в тот вечер? До 0,5 коньяка. Как-то странно. Вы говорите, что ничего не помните про тот вечер. Но слушая ваш рассказ, я начинаю сомневаться. Нет, я помню. Я помню, как мы пили. Я помню, приехал домой, зашел на кухню, но выпил еще два стаканчика коньяка, поднялся. Лена, Лена спала. И тут как вырубила, я не помню после этого. Как отшибла. Я уже утром просыпаюсь, ничего не понимаю, все в крови. Лена, я не умевал. Я правда ее любил. Вот, держи. Да ладно. Ну, открой секрет, Наташа. Ну, как ты умудряешься каждый раз доставать материалы дела? Не скажу. Женщине должна быть загадка. Да? Слушай, там есть хоть что-то достойное внимания? Как по мне, так это картина типичной бытовой поножорщикой. Не скажи, не скажи. Так, сейчас. Ага, значит так, установлено, что жертве были нанесены пять ножевых ранений. Тут также указано, что с большой вероятностью они были нанесены правой рукой, подозреваемый правша. Это также указано в последующих экспертизах. Где-то там... Не, ну так все совпадает. Поэтому Владимир и остается главным подозреваемым. Я думала, ты нашел что-то, что опровергает эту версию. Ну, я что, фото-выставку устроил? Ну, посмотри внимательно, что ты видишь? Ну, что? Кровавые руки жестокого убийцы. Правда, окровавлена только одна рука. Вот! Вот. Так, а вы что, без меня начали? Начали. Привет. Привет, привет. Привет. Да, окровавлена только одна рука. Причем левая. Угу. А правая испачкана только чуть-чуть. Этой рукой правой явно не наносили удары. Теперь к левой. Ладонь в крови, а на тыльной стороне только пару капель. Теперь к одежде. Ровное кровавое пятно с одной стороны рубашки. Но не может так выглядеть одежда у человека, наносившего удары. Я думаю, что дело было так. Кровь растекалась по кровати и впиталась в рубашку с ближней стороны. Теперь обрати внимание на рукава. А брюки вообще чистые. Ты хочешь сказать, что Владимир не убийца? Ну, если бы мне предложили сделать ставки, то на Владимира Корниенко я бы ставить не рискнул. Любишь ты уклончивые ответы, конечно. Послушай, если все так, как ты говоришь, то настоящий убийца достаточно хитрый. Нет. Если убийца знал, что Владимир будет выпившим, он же мог этим воспользоваться и подмешать ему в алкоголь снотворное. Подожди, а ты что-то выяснил? Да. У тебя появился новый подозреваемый? У него дочка заболела. Это что-то очень серьезное. И нужны были деньги на операцию, на лечение. Есть у меня одна версия. Нашим новым подозреваемым стал Игорь Ващенко, первый муж Елены Горядичук. Ему нужны были деньги. И теперь он, как опекун их общего несовершеннолетнего сына, мог рассчитывать на часть имущества Елены. Но выяснился еще более любопытный факт. Оказалось, что Елена Горядичук заранее завещала все сыну Артему. А значит, в распоряжение Игоря должно было перейти даже не часть, а все имущество Елены. Игорю нужны были деньги для лечения дочери. А мстительная бывшая жена помогать отказывалась. И даже ее нынешний муж и друг Игоря Владимир не мог на нее повлиять. От Владимира Игорь узнал о его бывшей однокласснице, гадалке Али Гуревич. И помня о том, что его бывшая жена верит в силу магов и экстрасенсов, решил провернуть хитрый план. Он подбрасывал Елене страшную куклу Вуду, а гадалка начинала проводить очистительные сеансы. Вероятно, так Игорь планировал с помощью Гуревич выманить у Елены приличную сумму на операцию. Но тут вмешался Владимир, который запретил Гуревич приближаться к его жене, и источник дохода закрылся. Это что еще за новая дурь? Тебя опять твоя гадалка накрутила, да? Ты уже ей все деньги отнесла? Лена, ты что не понимаешь, что это все чушь? Я для нас всех стараюсь, да я всех нас хочу спасти. Дочери Игоря становилось все хуже, и он решился на радикальные меры. Если ты и дальше будешь промывать мозги моей жене своими снадом, я тебя в тюрьме сгною, поняла? Поняла! Он понимал, что если Елена умрет, то он, как опекун их несовершеннолетнего сына, сможет распорядиться всеми ее финансами и имуществом. Все зрело, Елена? Все-таки Елена не знаю. А вот Владимир скоро созреет. По-моему, она так довела его своими обрядами, что он готов ее убить. Ну, ну, хорошо. Он пригласил Владимира к себе якобы для того, чтобы попросить о помощи. Ты извини, я больше дать не могу. Ленка узнает, будет скандал. Да я все понимаю, спасибо тебе огромное. Ну, давай выпьем. За здоровье. Но затем подсыпал Владимиру снотворное и отправил его домой. Вскоре, когда по расчетам Игоря Владимир заснул, он приехал в дом бывшей супруги и убил ее. Затем Игорь вложил нож в руку Владимира и незамеченным вскрылся с места преступления. Ну, и теперь Тёмка со мной живет. Ему у нас нравится. Да, Тём? Да, папа. Тёма, пошли в комнату, там порисуешь. А папе с дадим нужно поговорить. Давай, давай. Тём. Пошли. Игорь, вы ведь раньше не часто видели сына? Нет, не часто. Лена, она... Короче, не буду я вас убеждать, что покойница была хорошим человеком. Да сволочь была эта, Лена. Я не раз слышала, когда она угрожала Игорю по телефону, что оставит его без копейки, и мы все будем нищими. А когда дочь заболела, так она была на седьмом небе от счастья. Перезвонила, сказала, что это только начало расплаты. За что? За то, что Игорь от нее ушел ко мне. Мне жаль Вову. Я его прекрасно понимаю. Жить с такой сукой... Лера. Она должна была давно сдохнуть. А давай о чем? Пару лет назад, когда они с Игорем вместе жили, она чуть не задохнулась. Лера, ну зачем ты об этом? Евгению это не интересно. Да нет, подождите. Любая информация может быть важной. Была несправная плита газовая, так она сознание потеряла. Ну, а Нина, гувернантка, ее спасла. Вот и зря, я скажу. Лучше бы дали этой гниде умереть. Лера, я тебя прошу, успокойся. Хватит. Жень, не обращайте внимания, просто Лена нам так досаждала, что из-за болезни дочери у Валерии нервы просто не к черту. Игорь, скажите, когда вы к себе в гости пригласили Владимира Криньенко, после того, как он ушел, вы что делали? Я что делал, спать лег сразу. Это может кто-то подтвердить? Да никто, ну, жена, она тогда у дочки в больнице ночевать осталась. Подождите, а чего вы меня об этом спрашиваете? Вы меня что, подозреваете в чем? Игорь, мне к Римочке надо. Александр Николаевич звонил. Подождите, а что случилось? Лекарства нужно купить. Я тебя отвезу, Женя. Извините, ради бога, нам ехать надо. Да, я, конечно, понимаю. Игорь, скажите, а мы сможем с вами еще встретиться? Да, конечно, если будут какие-то вопросы, вы звоните и заезжайте. Да, спасибо. Всего доброго. Представляешь, Лена, когда жила с Игорем, чуть не отравилась угарным газом. Ее тогда спасла гувернантка. Может, это тоже было несовпадение? Ну, все сходится. И мотивы у Игоря есть. Все на это указывает. Беда в том, что доказательств нет. Привет. 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 Что делаете? Мы работаем. А ты мимо проходил? Нет. У меня есть новость. Я раздобыл улики. Вы только посмотрите на это орудие убийства. Обычный кухонный нож. У меня дома такие. Наташа, может, только ты таким и пользуешься? Мне удобно. А это идентичный нож тому, который был найден на месте преступления. Ну да, похож. А? А что он делает? Так. Что? Ты что, пошел опять у нас на кухню хозяйничать? Не понял. Почему бы нет? Девочка, и что происходит? Начинается. Все как обычно. Спокойно. Началось. Вы только посмотрите на этот нож. Рукоятка 8 сантиметров. Нет, Наташа, я, конечно, понимаю, что тебе, как женщине, может и удобно нарезать какие-нибудь овощи. Удобно. Но, простите, убийца, таким ножом нанес 5 глубоких ран. Ну вот, для моей ладони. Рукоятка маленькая. Подержите, Евгений, вы. Ну, нанести удары? Ну да. Давай-ка. Аккуратно. Спокойно. 3-5. Ну, я понимаю, что размахивать в воздухе. Да не очень удобно высказывать. Ну, в воздухе размахивать. А ты попробуй вонзи нож в яблоко. Мягкая ткань, но все-таки сопротивление достойное. Стоп. Возьми перчатку. Потому что убийца явно был в перчатках. В спальне обнаружены отпечатки пальцев только Елены и Владимира. Слушай, я до сих пор не могу понять, к чему ты все это клонишь. Имей терпение. Итак, Жека, давай со всей силы. Ну, аккуратней же надо быть. Юра, что это за дурацкий эксперимент? Ты что, специально это сделал? Эксперимент нормальный. Жень, ну, прости, по-другому не объясните. Юра. Получается, что у настоящего убийцы на руке должен быть порез. Если он, конечно, мужчина. Держи. Ну, хотя с такой рукоятки и у женщины соскользнула бы рука. Слушай, а ты же видел руку Игоря. Может быть, она меньше, чем твоя? Нет, она точно не меньше, он крупнее меня. Угу. Так. Что? Агенты справедливости. Мама! Подставили его, понимаете? Лена вообще суеверная была. Я всех нас хочу спасти! Кто-нибудь вообще у нас? Алла Гуревич, его бывшая одноклассница. Да, она ко мне приходила. Ну, что это? Она вас порчила. Я тебя в тюрьме сгдаю, поняла? Кто тогда мог убить вашу жену? Она ему сына запрещала встречаться. Я знаю, кто убийца. Да сволочь была эта Лена. Жить с такой сукой, она должна была давно вздохнуть. Убийца Валерия Ващенко. Когда дочь Игоря и Валерия попала в больницу, на ее лечение понадобились большие деньги. Обещаю, я достану деньги. Елена Горячук бывшему мужу помогать не хотела. Когда я Володьке Калиенко позвонила? Уже деньги отложила. Вероятно, после очередного отказа ради своего ребенка Валерия придумала, как быстро решить все проблемы сразу. Владимир попался в ловушку. И ей не составило труда подсыпать Владимиру снотворное... Правда, спасибо тебе. А через пару часов приехать в дом Елены и убить ее в постели, где рядом спал ее муж. Вложив нож в руку Владимира, Валерия обрекла его на долгое заключение. А своей дочери подарила шанс на спасение. Ведь теперь ее муж, как опекун сына, получал доступ ко всем деньгам бывшей жены. Наталья и Юрий сочли мою версию правдоподобной. Но если я был прав, необходимо было установить, знал ли Игорь о том, что сделала его жена. Мне надо было еще раз увидеться с щитой Ващенко, чтобы все прояснить. Когда я приехал к ним вновь, Валерия была в больнице с дочерью. Дома были только Игорь и его сын Артем. А что у вас с рукой? Да так, бандитская пуля. Кстати, Игорь, я в прошлый раз заметил, у вашей жены была перебинтована рука. Это травма? Да нет, это у нее хроническая. Она когда-то в детстве упала и растяжение было. А теперь все суставы болят. Кстати, бинты для нее не забыть. Так. А что вы хотели узнать? Я хотел с вами поговорить по поводу того вечера, когда Елена была убита. Так вы же уже вроде говорили об этом. Да, но мы не договорились с вами в прошлый раз. Скажите, Валерия пила в тот вечер с вами? Нет, ее вообще дома не было. А где она была? Слушайте, я же вам тогда еще говорил, она была в больнице у дочки. Петча изредка ее может подменить. Поэтому Лера там практически каждый день. Доченька у нас маленькая, всего два годика. Ее одну надолго не оставить. А почему вы это спрашиваете? Папа, тебе телефон звонит. Да, спасибо. Да, дорогая, да. Да, солнышко, все купил, все. Да, я, извините. Все купил, сейчас посмотрю. У меня сестричка маленькая болеет. А недавно мама. Да, я знаю. Тем, я могу у тебя кое о чем спросить. О чем? Я знаю, что тебе сейчас очень тяжело. Тогда, когда оно... Когда мама на небо отправилась? Да. Когда мама на небо отправилась. Скажи, может, ты слышал что-то? Слышал, как дядя Володя вернулся домой и что-то там пел нас на лестнице. А чуть позже опять ходил по лестнице. Или мама. А ты уверен, что это не был кто-то чужой? Нет, никто чужой не мог быть. И если бы кто-то чужой зашел, его бы Джек сразу схватил. А кто такой Джек? Это наш сатвейлер, он дрессированный. Если бы кто-то чужой зашел, он бы сразу начал лаять и кусать. Но Джек ничего не слышал. Он спал в моей комнате. А Джек давно с вами живет? Да, его еще папа покупал. Ему шесть лет. Значит, Джек папу хорошо знает. Он всех хорошо запоминает. Евгений, извините, но нам нужно опять ехать в больницу. Так, Темка, собирайся, ты едешь со мной. Женечка, ну что? Что ты узнал? Я ничего не пойму. Значит, в больнице алиби Валерии подтверждают. Спасибо, не хочу. Когда убили Елену, всю ночь Валерия провела рядом с дочерью. Это была одна из критических ночей. И медперсонал каждые полчаса наведывался. Да, пореза у нее на руке тоже нет. Я сегодня видел ее руку без бинтов. Это банальное растяжение. А вот у Игоря алиби нет. Но этот нож и эксперимент Ивченко. А что, если Игорь одел плодную перчатку? И собака не отреагировала. Значит, это точно мог быть Игорь. Какая собака? В доме у Гордичиков есть пес. Его купил Игорь и сам длисировал. Тема, сын Елены, рассказывал, что в ту ночь Джек спал рядом с ним. И никак не отреагировал на шаги на лестнице. Значит, это кто-то из своих? Но если это не Игорь, то тогда кто? Сейчас тема у Игоря, у своего отца. Нам надо проверить гувернантку. Да нет, ее смешно подозревать. Она же несколько лет назад сама спасла жизнь Елене. Получается, тогда спасла, а спустя несколько лет убила? Какой мотив? Она же наследство все равно не получала бы. Судя по всему, Елена была не самым приятным человеком. Так что мотива может быть предостаточным. Да и Валерия с Игорем могли ее нанять. Гадалка, куклу, Вуду, это тоже ее рук дело. Елена сказала, что ей меня посоветовал какой-то очень надежный человек. Он спас ей жизнь. О Нине Серафимович мы практически ничего не знали. Поэтому Женя отправился наводить справки о женщине на ее малой родине, в городе, где она жила долгое время до переезда в столицу. То, что удалось выяснить Жене, нас просто ошеломило. Угощайте, Женя. Спасибо. Лидия, скажите, вы с Ниной давно знакомы? Да мы с ней всю жизнь дружим. Она большая умница. Сама дочь воспитала. Судьба, конечно, жестока к ней была. Муж погиб за два месяца до рождения малышки. А потом и Оля. Девушка красавицей была. Сейчас я вам покажу. Что значит была? Да, была. Три года назад покончила с собой. За что она так мать наказала? Вот. Это Оля? Да. Лидия, а могу фотографию на время себе оставить? Конечно. Спасибо. Это мать и дочь. Только подруга Нина Серафимович уверена, что дочь погибла. Угу. Да. Действительно, очень похоже. Ольга и Валерия как близняшки. Наташ, ты пойми, что Ольга Серафимович и Валерия Ващенко – это одна и та же девушка. Игорь, я вам звонил. Вы трубку не берете. Послушайте, у нас очень большие проблемы. Здравствуйте. Валерий, я прошу прощения, скажите, пожалуйста, а ваш супруг знает, что Нина Серафимович, гувернантка Артема, ваша мать? Что? Что вы несете? Я выросла в интернате, у меня матери никогда не было. Что за чушь вы несете? Я спрошу, оставьте нашу семью в покое. Взгляните, пожалуйста, вот на это фото. На нем Нина Серафимович вместе со своей дочерью Ольгой. Вера, что это значит? Я не знаю. У меня такой одежды, прически никогда не было. И вас никогда не звали Ольга? Нет. Я повторяю, что я воспитывалась в интернате. Может, это фотошоп? Послушайте, это не моя мать. Я выросла в интернате, и у меня есть все документы. Хотите, я покажу? Покажите, пожалуйста. Хорошо. Пойдемте. Пойдемте. Я проверил документы Валерии. Затем поехал в интернат, опросил свидетелей. Действительно, Валерия там жила первые 16 лет своей жизни. В интернате уверяли, что настоящая мать Валерии никогда не приходила навещать дочь. Но все прояснилось после моего визита в роддом. Вот, возьмите. Нина Серафимовича получается моя мать? Да. В голове не укладывается. Но почему она оставила сестру, от меня отказалась? Вы думаете, что эта женщина совершила убийство? Ну, зачем ей? Возможно, она хотела помочь вам. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Нина, нет смысла отпираться и скрывать правду. Послушайте, прекратите ее мучить. Валерия ничего не знала. Я сама вам все расскажу. Доченька, прости меня, пожалуйста. Прости меня, если можешь. Посмотри, вот на фотографии, это твоя сестра. Когда твой отец погиб, я была на пятом месяце беременности. Хотя, кроме него, у меня никого не было. Помощи ждать было ниоткуда. В общем, я подумала, что сама двух деток не потяну и оставила тебя в роддоме. Но Бог меня наказал за это. Твоя сестра поехала за границу на заработки. Не знаю, что там произошло, она мне так и не сказала. Но вернулась она сама не своя. Плакала все время. А потом и вовсе руки на себя наложила. Поэтому вы и переехали? Прям все об Уленьке напоминало. Жить я там уже не могла. Я по образованию учительница начальных классов. Вот мне однокурсница и помогла. Рекомендовала меня Елене. Нина, когда и зачем вы решили убить Елену? Я не вижу этих тварей в турошок сотрудников. И плевать мне на его дочь. Сволочи. Мы сволочи. Они исчезли. Они исчезли. Скоро вообще бомжами станут. Что? Жалко? Тебе-то тварь жалко. Когда Нина узнала о том, что у нее есть внучка, и она тяжело больна, она решила спасти ее любой ценой. Ведь в случае смерти Елены, ее состоянием стал бы распоряжаться отец их общего ребенка, Игорь. Он к тому же был и отцом внучки Нины. Зная многое о жизни и характере своих хозяев, Нина придумала хитроумный план. Для начала гувернантка решила посеять раздор между супругами. Для того, чтобы позже ни у кого не возникло сомнений, что Владимир мог убить свою жену. Лена! Лена! Нина знала, что ее хозяйка суеверная и мнительная, а Владимир импульсивный и вспыльчивый. Теперь зло на тебя перейдет. Нина начала подбрасывать Елене кукол Буду. Затем посоветовала обратиться к Кале Гуревич. И тогда скандалы в доме между Еленой и Владимиром стали обычным делом. Лена! Это все бред! Владимир даже начал выпивать. А Нина поощряла его пристрастие и оставляла каждый день для него коньяк на одном и том же месте. Убийство Нина продумывала до мелочи. Она знала, что Владимир встречается с Игорем, и они обязательно выпьют вместе. Сначала она напоила чаем со снотворным Елену, а затем, как всегда, оставила для Владимира на кухне открытую бутылку коньяка, в которую также подсыпала снотворное. Дальше все сложилось четко по плану. Нина вернулась в дом поздно ночью, взяла на кухне нож и убила Елену. Потом вложила нож в руку Владимира. О! Ну что, началось? Ну? А я не клопаю, смотри, скрою. Ты прекрасно смотришься в кадре и твое место на телевидении. Благодаря тебе. Наташа, а ты зря не даешь интервью. Ты тоже могла бы быть украшением экрана. Но я себя прекрасно чувствую украшением нашего офиса. Наташа, говорила бы правду. Она считает, что это дело не лучший повод для пиара. Да, я так считаю. Ребят, вы, конечно, молодцы, хорошо поработали. Ну, вот эту вот шумиху в СМИ нужно прекратить. Чего? Ну, вы хотя бы представляете, каково Артему, сыну Елены и Игоря. Когда все вокруг начнут судачить, что его мать убили, чтобы спасти сестру. Если бы Елена помогла дочери Игоря и Валерии, то ничего бы не случилось. И сама была бы жива. И не было бы столько покалечений особи. Я только надеюсь, что Артем вырастет хорошим человеком. И эта история не ожесточит его сердце.